Я разобрался во всех вопросах, теориях и заблуждениях по поводу установки дополнительного топливного фильтра в систему подачи топлива лодочного мотора и спешу поделиться с вами. Вот основные вопросы подписчиков. Некоторые утверждают, что бензонасосу скоро придет конец. Другие опасаются того, что топливный фильтр отфильтрует масло. Третьи утверждают, что толку в этом нет. Этот фильтр ничего не фильтрует. На фильтр можно наступить, расколоть его и залить всю лодку бензином. Также мне писали, что нечего колхозить. Есть штатный фильтр, который установлен японцами. Его вполне достаточно, что в холодное время года масло может загустеть и, соответственно, забить весь топливный фильтр. Но были, конечно, и те подписчики, которые поддерживали меня и говорили о том, что давно уже пользуются этим лайфхаком. В общем, как видите, вопросов много. Давайте разберемся со всем по порядку. Итак, первое заблуждение в том, что топливный насос испытывает дополнительную нагрузку, когда прокачивает топливную смесь через дополнительный фильтр. Но это не так. Во-первых, по своему опыту я уже два года хожу с этим дополнительным фильтром. У меня топливный насос живее всех живых и даже не нагревается. Хотя хожу я на лодке немало и периодически совершаю пробеги даже по 80 километров. Второе очень распространенное заблуждение говорит о том, что фильтр, предназначенный для топлива, отфильтрует из топливной смеси для двухтактных моторов масло. Ну, конечно же, это не так. Он спокойно пропускает через себя масло. Вот через этот фильтр, конкретно этот, прошло не менее, наверное, 200 литров топливной смеси. И куда же делать масло? То есть он должен быть полностью забит этим маслом. Но по факту это не так. Также некоторые опасаются, что в холодную погоду в смеси масло загустеет и будет забиваться в фильтр-элемент. Но это тоже заблуждение. Я ходил и в минусовую погоду, и ничего там не забивается. Все прекрасно фильтрует. И топливная смесь проходит с достаточной скоростью для того, чтобы не оказывать никакое влияние на бензонасос. Производитель мотора при первом выезде в сезоне рекомендует использовать обкаточную смесь. То есть не 1 к 50, а 1 к 25. Поэтому вот на 12-литровый бак, получается, нужно практически пол-литра масла. Я стараюсь придерживаться этих рекомендаций, для того, чтобы мотор служил мне долго, верой и правдой. Обязательно надо хорошенько перемешать. Как следует сболтаем эту смесь. Сейчас температура на улице в районе 0 градусов. У меня залита обкаточная смесь. Вот никаких проблем с током смеси у меня не наблюдается. Субтитры сделал DimaTorzok Подписчики утверждали, что толку в этом никакого нет. Этот фильтр ни хрена не чистит. Я понимаю, откуда берутся такие заблуждения. Все дело в том, что попадаются эти фильтры действительно очень низкого качества. Неблагонадежные производители делают их такими, что они действительно ни хрена не чистят. Поэтому мой совет такой – покупайте нормальный фильтр, и он все будет фильтровать. Я же от себя скажу, что после того, как я врезал этот топливный фильтр, я забыл о проблемах с засорением карбюратора. Даже на ТО мне говорят о том, что мой топливный фильтр, который штатный, он вполне чистый и нормальный. Но на всякий случай я его все равно меняю. Если вы смотрели мое прошлое видео, то знаете, почему я его врезал. Больше мне неохота попадать в такую ситуацию, где мне приходится 10 и более километров грести на веслах. Там-то мотор заглох. Окончательно. Обещанные аборигеном щуки по 4-6 кило. Кушать мои приманки отказались. И я уже в сумерках погреб назад на стоянку. Что ж, хотел фитнеса? Получай! Ну а раз на ежегодном ТО мастер мне постоянно говорит, что штатный фильтр чистый, значит этот справляется со своей задачей на все 100. И ведь действительно нельзя не согласиться с утверждением, зачем я это все наколхозил здесь. Ну неужели японцы настолько глупые, чтобы не могли предусмотреть того, чтобы карбюратор не засорялся? Но все дело в том, что японцы не рассчитывают на то, что как мы заливаем сюда бензин. Вы посмотрите на свой бак, он постоянно в песке, постоянно в каком-то мусоре. Как ты за ним не следи, ты никак не сможешь предотвратить того, чтобы в него попадала грязь. А в технических характеристиках мотора написано о том, что смесь должна быть чистой. И вот для того, чтобы исключить попадание этой грязи, которая неизбежно будет у вас в баке, я и рекомендую ставить дополнительный фильтр. Ведь не зря бывалые сибиряки, которые ходят по северным рекам по 100 и более километров, ставят на свои моторы, бывает по два, а то и даже по три таких фильтров в ряд. Таким образом они эксплуатируют свои моторы годами, и никаких проблем у них не возникает. А еще водомоторники опасаются того, что на этот фильтр можно наступить, сломать его, расколоть, и что всю лодку зальет бензином. Ну, отчасти это, конечно, возможно. Видимо, некоторые бросают топливный шланг прямо по днищу лодки, ходят по нему, топчутся. Ну вот я расположил этот фильтр в непосредственной близости к топливному баку, и у меня исключена просто возможность, что я на него наступлю или как-то поврежу. Можно, конечно, фильтр расположить еще здесь, прямо около мотора, чтобы он висел. Но мне кажется, это неудобно. В некоторых случаях, я думаю, можно его зажать и действительно расколоть, и получить проблемы. Спрашивали меня про этот фильтр. Вот с песком он справится, да, воду отфильтрует? Нет. К сожалению, такие фильтры с водой справиться не могут. Они пропускают ее на раз-два. Есть, конечно, специальные фильтры со специальным отстойником для воды. Да, они исправляются своей задачей и исправляются неплохо. Но ставить такой фильтр владельцам двухтактного мотора нецелесообразно, потому что цена на него очень высокая. Двухтактники очень неплохо переваривают воду в бензине. А вот владельцам четырехтактных моторов стоит задуматься о таком фильтре. Потому что четырехтактному двигателю вода действительно может доставить не меньше проблем, чем грязь. А еще пишут некоторые, что этот фильтр требует дополнительного ухода. Ну какого ухода? Вот его поставил и забыл. Все. Они рекомендовали размещать топливный фильтр перед грушей, для того, чтобы защитить клапана от залипания. Но с утверждением, что этот топливный фильтр нужно ставить перед грушей, я спорить не буду. Потому что действительно клапана в груши могут некорректно работать из-за наличия грязи. В этом видео я поделился своим немалым опытом использования дополнительного топливного фильтра, врезанного в шланг подачи топлива к лодочному мотору. Выводы делайте сами. Мое личное мнение обязательно нужно ставить. Никаких минусов, зато столько преимуществ. Заглядывайте иногда в инструкции к своим лодочным моторам и используйте их правильно. Субтитры создавал DimaTorzok